В прошедшие выходные швейцарцы высказались за ограничение миграции из ЕС. Это решение вызвало неоднозначную реакцию в Евросоюзе. Глава немецкого МИДа предостерёг Швейцарию. Я думаю, что Швейцария скорее сама себе навредила этим результатам. А мы вынуждены сказать, что только снимать сливки – это не может быть долгосрочной статегией Швейцарии. Это означает, что Швейцария должна выполнять условия всех уже подписанных в ЕС договоров в сфере миграционной политики, даже несмотря на победу правых популистов на референдуме. В свою очередь немецкая оппозиция опасается, что пример швейцарцев может стать заразительным. Это удар по одной из основных свобод Европы – свободе перемещения. Боюсь, что подобные сигналы из Швейцарии могут спровоцировать ограничение притока мигрантов и в других странах. Нельзя допустить, чтобы правые популисты в Швейцарии продолжали одерживать победы. Поэтому Берлин и Брюссель всерьёз озаботились популяризацией либеральной миграционной политики. Мы должны доказать, что можно, уважая европейские принципы, управлять миграционными потоками. Так что теперь забот у ЕС прибавилось. Оставить Швейцарию партнёром, лучше координировать приток мигрантов и убедить в своей правоте европейцев накануне выборов в Европарламент. Тем временем в Берлине министр внутренних дел Томас де Мезьер уже взялся за дело. Он встретился с представителями разных стран, живущими в Германии, и заявил, что референдума за или против иммиграции, как это произошло в Швейцарии, в Германии не будет. Мы уважаем это решение. Что нам ещё остаётся делать? Хотя мы надеялись на другой результат. Берн должен подумать о том, действительно ли итоги референдума соответствуют его интересам. Что касается дискуссий, которые мы сейчас ведём, то здесь у нас со Швейцарией мало общего. В Германии сейчас на повестке дня совсем другая тема. Правящая большая коалиция намеревается предоставить право на получение двойного гражданства большему количеству мигрантов. На это надеются многие иностранцы. Но сколько из них и при каких обстоятельствах получат два паспорта, правительство ещё не решило. По-прежнему злободневной темой остаётся и интеграция мигрантов.